Трудовой вопрос Прошла встреча Ильшата Гафурова с сотрудниками Казанского филиала Рео имени Плеханова. Во имя истории. Хранительница музея Казанского университета отмечает юбилей. Памяти поколений. Как прошла встреча ветерана Великой Отечественной с студентами КФУ. Сегодня состоялась встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с трудовым коллективом Казанского филиала Рео имени Плеханова. О чем говорили, расскажем прямо сейчас. Сегодня состоялось собрание трудового коллектива Казанского филиала Российского экономического университета имени Плеханова. На мероприятии присутствовал ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров. Он рассказал присутствующим о возможностях, которые открываются для них в Казанском университете. Напомним, после недавней реорганизации институт перестал быть самостоятельным учреждением и сейчас идет процесс его вхождения в КФУ. Действительно очень важно узнать из первых уст, как говорится, информацию о потенциале, возможностях, перспективах развития федерального университета, состав которого мы вливаемся. Сотрудники университета и студенты смогли задать Ильшату Гафурову и директору института Андрею Артемьеву все волнующие их вопросы. Леана Санамян, Руслан Нурманов, Универньюз. Синее-белое платье. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Хочешь действительно интересных и свежих новостей из семерной паутины? Тогда смотри рубрику Веб-Ньюз. На музыкальном конкурсе Евровидения Финляндию будет представлять панк-группа, у участников которой диагностированы синдром Дауна и аутизм. Музыканты выйдут на сцену с песней «Мне всегда приходится», которая повествует о человеке, который ведет правильный образ жизни. Нур разучился проводить время с друзьями и радоваться простым вещам. Календарная весна закрыла зимние горки и аттракционы возле театра куклы Акият и народный каток Нефис у Казани-арены. В Великобритании вышла книга о борьбе Джоан Роулинг с издателями. В этой книге писательница повествует о том, как она боролась с издателями и редакторами в ходе работы над серией книг о Гарри Поттере. 5 марта в 9.00 в Вахитовском и Кировском районах Казани планируется отключение водоснабжения. Кроме того, в некоторых домах Вахитовского и Советского районов будет понижено давление воды. Сегодня в Москве будут названы номинанты национальной кинопремии «Ника» за 2014 год. Нынешняя церемония вручения пройдет в 28-й раз. 4 марта в международном аэропорту Казань открывается рейс «Казань-Челябинск-Новосибирск-Иркутск», обслуживать который будет авиакомпания «Ангара». Аналитики провели небольшой эксперимент и выяснилось, что большая часть трафика, который генерируется мобильным интернет-пользователям по всему миру, приходится всего на несколько приложений. Самыми ресурсоемкими приложениями стали Facebook и Instagram. Должникам по штрафам запретят регистрировать брак. С предложением по ограничению наступления в брак должников по неоплаченным штрафам или транспортным налогам выступил глава Федеральной службы судебных приставов. С днем рождения! В этом году 90 лет исполнилось человеку, который большую часть своей жизни посвятил культуре, истории и Казанскому университету. Директор музея истории КФУ Стелла Писарева отметила юбилей в кругу друзей и коллег. 90-летний юбилей отметила заслуженный работник культуры Республики Татарстан, директор музея истории Казанского университета Стелла Писарева. Поздравить очаровательного юбиляра пришли коллеги и ученики, друзья из музея в Казани, представители руководства и сотрудники КФУ. Одной из первых свои пожелания именинницы высказала директор музея-заповедника Казанский Кремль Зиля Валеева. Поздравил Стеллу Писареву министр культуры Татарстана Айрат Сибгатулин, а также вручил ей медаль за доблестный труд. По поручению президента разрешите вам вручить медаль Республики Татарстан за доблестный труд. За ваш отклад в сохранении и восстановлении истории культурной истории республики, за слуги в развитии музейного дела и многолетнюю благотворную работу, наградить медаль Республики Татарстана за доблестный труд Писарева Столбова Владимировна. Ее называют «Муза-музея» и по праву. Стелла Писарева создавала музей истории Казанского университета с нуля. Она является бессменным его директором уже 36 лет. Хочется пожелать Стелле Владимировне крепкого здоровья, бодрости духа и творческих успехов. Леана Санамян, Руслан Уразаев, Универ-Ньюс. Любая правда искажается со временем. Чтобы не допустить искажения фактов Великой Отечественной войны, принимаются различные меры. Лучший способ – это личная встреча с живыми легендами, ветеранами войны. В Институте физики перед студентами выступил участник Великой Отечественной войны Ефим Аронович. Выпускник юридического факультета Казанского университета напомнил студентам, какой ценой далась победа советскому народу в этой кровопролитной беспощадной войне. И призвал сегодняшних студентов строить светлое будущее для себя и страны. Идет борьба за вас, другими вы. Именно вы и никто другой через 10, 20, 30 лет будет властью страной. И властью, и капиталами, и будущим. Пожелания ветерана имеют под собой основу. Много хороших проектов реализуется сейчас молодежью. И эта встреча не исключение. В наше время ветеранов становится все меньше и меньше. И информацию о войне мы, нынешнее поколение, можем только услышать либо из книг, либо из СМИ. И дальше у следующего поколения не будет возможности услышать прямых свидетелей того события. Я считаю, что нам представилась уникальная возможность послушать мнение истории человека, который прошел через все трудности в великой трагедии 20 века. Лилия Равилова, Ленардо Влетьяров, Унвертньюс. Быть интеллектуально развитым сегодня очень модно. Новинки и модные тренды науки от всезнающей Ралины Киряевой. Как всегда, начну с самых интересных новостей науки в мире. Специалисты Института передовых технологий Рикен в сотрудничестве с компанией Суми Тома Рика разработали новую модель робота-сиделки, которая получила название «Робир», что можно перевести как «Робо-медведь». Новый робот способен поднять пациента с кровати, усадить его в инвалидное кресло или оказать помощь человеку, который может встать, но нуждается в поддержке. А в России виртуальная модель организма человека, копирующая его вплоть до каждого сосуда, создана специалистами Нижегородского государственного университета на суперкомпьютере Лобачевский. Теперь медики без оперативного вмешательства могут осмотреть организм снаружи, а если нужно, залезть внутрь человека и в деталях изучить каждый орган. Кроме того, ученые могут подогнать виртуальный клон под любого конкретного пациента, учитывая его физиологические особенности. И напоследок в Татарстане. В Алматы состоялось заседание Оргкомитета Международной Олимпиады по информатике 2015. В этом году Международная Олимпиада пройдет в Национальном университете Казахстана, а в 2016 году Олимпиаду будет принимать Казань. В этих соревнованиях участвуют более 90 стран, 4 представителя, от каждой из которых поборются за звание лучшего в мире. В Республике Татарстан подготовка команды 2016 занимается университет Иннополис. А на этом все. Что такое лазер? Каждый современный человек так или иначе использует его. А вот каждый ли знает, как он устроен? В нашем университете есть лаборатория роста кристаллов, в которой выращивают так называемые сердца лазеров. Что это и для чего, расскажем далее. Одно из самых значимых изобретений 20 века – лазер. Без него невозможно представить многие современные технологии. От медицинских приборов до CD- и DVD-проигрывателей. В Казанском федеральном в лаборатории роста кристаллов занимаются выращиванием так называемых «сердец лазеров», причем уже давно. Руководитель группы выращивания авторидных кристаллов Александр Наумов провел для нас небольшую экскурсию по лаборатории и рассказал о сложной технологии выращивания сердец лазеров. Уникальность нашей лаборатории заключается в том, что мы не зацикливаемся на каких-то конкретных кристаллов, а если практически весь спектр каких-то возможных кристаллов, мы все эти кристаллы беремся выращивать. Лаборатория занимается преимущественно поиском новых активных сред для лазеров на основе кристаллов фторидов. Фторидные кристаллы сложно выращивать, потому что они не любят кислорода, воды и ее паров. А вот это образцы лазерных элементов. Они активированы ионами редкоземельных элементов и могут использоваться как активные среды лазеров. Когда мы добавляем ионы активатора, активный ион ультрафиолетовых наших лазеров, это являются ионы цели. Когда мы их добавляем в кристалл, мы таким образом нарушаем решетку этого кристалла. То есть кристалл противится. Надо сказать, 2015 год официально объявлен Международным годом света и световых технологий. В связи с этим хочется пожелать нашим физико-блацерщикам новых открытий и побольше света. Леана Санамян, Леонард Довлетьяров, Универ Ньюс. Надеюсь, ты получил ударный заряд позитива и хорошего настроения. А на сегодня у меня все. Удачи и пока!